В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Мурманске областной краеведческий музей продолжает цикл выставок проекта «Страна Советов», посвященного столетию установления советской власти. Новая мини-выставка посвящена очередному периоду в истории края, 20-30 годам прошлого столетия, периоду коллективизации и индустриализации. Мурманский край никогда не был сельскохозяйственным регионом. Предшественниками колхозов были артели. Образовывались товарищества по совместной добыче и обработке рыбы и пушного зверя. В проведении коллективизации на Мурмане активное участие принимал комитет содействия малым народностям Севера при Мурманском окролисполкоме. На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея с 1920 по 1930 год. Положение о рыбозвероловных трудовых артелях, переселенческий билет, примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников 1-го колхоза Красная Армия, 1-го председателя колхоза и 1-го колхозного мотобота, построенного на Мурманской верфи, модель промыслового судна и многочисленные орудия труда и промыслового снаряжения. Адрес выставки – город Мурманск, проспект Ленина, дом 90, 1-й этаж. Выставка будет работать до 24 июня. В Саратове приглашают посетить выставку открыток старого города. На открытках представлены особняки и исторические застройки Саратова. Например, здесь можно узнать о роскошном двухэтажном дворцовом особняке из красного кирпича. Он был возведен в 1890 году по заказу сына известного саратовского мукомола Петра Петровича Шмидта. Располагался он на улице Никольской, ныне улица Радищева, и выглядел на фоне окружающих его ветхих деревянных построек настоящим дворцом. Здание хорошо сохранилось по сей день. В 2000 году городская администрация Саратова продала здание в частную собственность. Сейчас оно выставлено на продажу. Хотите узнать больше? Приходите на выставку открыток старого Саратова. Дата проведения с 30 мая по 1 июня. Место проведения – улица Кутикова, дом 134, салон «Интерьерный вопрос». Продолжим артефактами земель славянских. В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти 400-летней давности. Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста 17 века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота – полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста. Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. На кирпичах были обнаружены клейма, буквы «П» и «Д». По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали 3-й четвертью 17 века. Конструкция моста стала хрупкой за несколько столетий. Также ее серьезно повредили коммуникации, проложенные еще в советское время. Теперь мост соконсервирован естественным образом. Вся полученная информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы. Первый деревянный прототип моста был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской. Эта стена должна была защищать центр Москвы от торжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем. И хотя изначально мосты делали из дерева, в 17 веке их стали перестраивать из камня. Так в описи 1646 года указано, что у Варварской башни подведен новый бык белым каменем. Историки предполагают, что термином бык называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах. Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов 19 века. В правлении Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан. Земляные валы и бастионы разрушены. А сама стена окончательно перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей. В мае на старой площади во время прокладки кабельной канализации были найдены следы рва стены Китай-города. Многие столичные археологические находки последнего времени связаны с этой крепостной стеной. На площадях и улицах, где проходит стена Китай-города, ведется благоустройство по программе «Моя улица». В Обскове в Новом Роскопе у Мстиславской башни археологи обнаружили редкую привеску в виде коня и всадника с топором в руке. Как отмечают археологи, такие привески – редкая находка, известны на территории Древней Руси и Прибалтики, происходят из погребений XI-XII веков. В археологическом центре отметили, специалисты полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских, аланских поясных привесках X-XI веков. Контекст псковской находки – ранние городские отложения. Рядом в 2003 году были зафиксированы остатки разрушенного могильника. Кроме того, в ходе расчистки средневековой постройки была обнаружена еще одна находка – фигурка птицы, либо динозавра. Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в конце полевого сезона 2016 года. Небольшие по объему раскопки в уходящем году показали хорошую сохранность культурных отложений XII-XVIII веков и позволили собрать интересную коллекцию средневековых ювелирных украшений. ТЭЦ была построена в 30-х годах прошлого века. Сегодня памятник культуры регионального значения. Единственный в Апскове пример производственного здания в стиле конструктивизма. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Ростове-на-Дону 3-4 июня приглашают на фестиваль славянской культуры «Родом Русь-Сильна». Примерная программа фестиваля. Поляна сказок. Театрализованное представление для детей «Баба-яга» или «Матушка-ягиня». Игры для детей. Мастер-класс по изготовлению куколок. Хороводовождение. Обучение хороводовождению. Практика. Прогуживание. Что это такое? Влияние на организм. Практическое применение. Игрища. Интерактивные игры для взрослых, такие как перетягивание каната, ладушки, ручеек и т.п. Славянские практики. Теория и практика различных славянских духовных практик. Ярмарка кудес. Выставка-продажа продукции славянских ремесел. Секреты славянской кухни. Рецепты и мастер-классы по славянской кухне. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Котласе с большим нетерпением ждут заявок на праздник гуляния «Котласская барабушка», который будет проходить 3 июня на зеленой зоне Дворца культуры. Контактный телефон, по которому можно получить исчерпывающую информацию о мероприятии, указан на странице в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 30 мая. Вторник. Тартария. Прошлое и настоящее. Автор-сказитель Андрей Кадыгчанский. 31 мая. Среда. Плоскостопие. Искусственно создаваемый дефект. Часть 3. Автор-сказитель Александр Владимирович Киселев. 1 июня. Четверг. Древнейшая история русов. Автор-сказитель Михаил Бондаренко. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если Вы считаете, что в Вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.